Мой, мой... Люди возлюбили тьму более, нежели свет, ибо дела их были злые, написанное в Евангелии от Иоанна. Как можно тьму возлюбить, когда там дьявол находится? Я люблю дьявола. Ну, попытайтесь хотя бы выйти, сотворите молитву за мной и выйдите во свет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, дай мне свет. Вы видите, в каком я свете, какой свет мне Бог дает. Это верующая, радость, спасение, что Христос умер за нас, и мы его дети. Христос умер за нас? Да. Он умер за нас, жизнь свою отдал. Он умер за нас, что умер сам в своей жизни. Воззовите ко мне, Господь, говорит, я услышу вас и помогу вам в бедственное время. Ничего не поможет тебе. Ну, так если человек не желает, как? Зажги свечу, зажги свечу, начни искать. Ведь мама, глади тебя, сука. Понятно? Ну, выходите, только не ругайтесь, не ругайтесь только, выходите из тьмы. Я не буду выходить из тьмы. Ничего вам не будет. Никого ваших гонителей тут рядом нету. Я один тут. Ты смешон, старик. Давай, выходи. Поговорим о Боге, о вечности, о душе. Что уж так себе на себе, на себе так поставила крест? Я с округом. У вас плохо, этот, там работает, не знаю, что-то голос плохо. Я из происходки. Ну, давай, выходи, не квакай, по-человечески поговорим. Сам ты квакаешь. Я вам, ну, голос такой раздается, микрофон плохой. Я вам Евангелие посчитаю, Псалтырь. Мы людям принесли сюда свет, Евангелие. Люди погибают в разврате, в пьянстве. А мы говорим о Христе, о Его любви к нам, что Он умер за грехи наши по Писанию. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Только вы привыкли усы брить-то. Зачем портите образ Божий? Не знаю. Безбожники усы оставляют. Мусульмане только бороду усы сбривают. А верующие сохраняют все, как Бог дал. Бог дал, Он меня сотворил. Это картина великого художника, великий художник, единый Бог. А мы не можем подправлять его. А эта борода твоя, это власть над женщиной, что она подчиняется тебе. Господь всех призывает к покаянию. Он великий, дивный наш Господь Иисус Христос. Вы можете говорить в английском? Я говорю о Иисусе Христе. Я спросил, я спросил, но вы должны понимать, что вы говорите. Хорошо. Вы в стране-то находитесь здесь? Тринидад и Табога, да? Где вы находитесь? Да. У меня показывает система Тринидад и Табога. Табога. Вы находитесь на меня, мой друг? Негро. Вы, да. Я в России. Да. Да. Россия. Я верю в Иисус Христос. Вы спросите, если я верю в Иисус Христос? Я у меня в Библию. Да. Да. Какая версия это? Какая версия Библии это? Вон как. Вы понимаете или не понимаете Россию? Да, я понимаю, но я говорю английский. Ну, разно. Все. Ладно. Goodbye. With God. Можете разговаривать, если будем? Можете разговаривать, если будем? Без руганий, без матерков. Можете? Без матерков. Я не матерюсь. А? А? Я не матерюсь. Ну, это хорошо. Это хорошо. Вот мы пришли сюда, людям рассказать о Христе, о спасении. Что так жить нельзя. Половина мужиков раздеты и показывает, что они готовы совокупиться с любой кобылой. Это же не годится так. Это же не годится так. А мы, православные христиане, пришли людям прочитать Слово Божие из Святой Библии. Я понимаю. Это надо делать в церкви. А в церкви этих людей нету, которые погибают. Во враче имеют нужду больные, а не здоровые. Тут вы не поможете. Ну, так нельзя сказать. Если мы сеем, то есть надежда 50%. Вырастет, не вырастет. А если не сеет, ничего и не вырастет, кроме терновника. Что-то вас так плохо слышно. Я говорю мне, я считаю, что вы по-напраску, по-напраску. У вас изображение очень плохое и звук плохой. Ладно, я вам скажу наши ресурсы. Вы можете зайти в Ютубе «Во свете Библии». Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы там найдете у нас множество богатства. У нас 14,5 тысяч роликов только. Ничего не слышно совсем. Ничего не слышно совсем. Вы еговы? Ну, которые книжки... Нет, мы православные христиане. Мы православные христиане. Не, неправильно. Вы поступаете. Тут не нужно никого делать. Ну, ничего нельзя. Я вам сказал, где вы нас можете найти. На Ютубе «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, Господь дал это все сделать. И вот, знаешь, что здесь... Вот я уже нахожусь здесь так 40-50 дней. И я, в общем-то, знаю обстановку. Это канал тьмы, грязи, прелюбодейства, всякой зависти, матерщины, пьянства. То есть дыра в ад Содом и Гоморра. И мы сюда пришли, чтобы людям рассказать о Боге, о Христе. Ну, и считая из Евангелия. Вот у нас книга. «Святая Библия». И отвечаем на вопросы, какие есть. Если у вас есть вопросы, можете задать. Только не ругайтесь, чтобы... Ни одного слова, чтобы плохого не говорите. Микрофончик поближе. Вы на время снимите маску-то, чтобы нужно было поговорить открыто. Я же перед вами открытый, не боюсь. Ну, у вас тоже по улице... Да, ну, вы же знаете, причина-то какая. Это условие, которое в щад рулетки Андрей Терновский поставил. Андрей Терновский поставил. Кто поставил? Основатель вот этого канала. Чад рулетки. Андрей Терновский. Школьник-двоечник. Понял, понял. Ну, оно... Он основан для чего? Чтобы люди могли разбратищить. Никто ни перед кем, ни с чем не отвечает. И заранее-то замысленно было. Поэтому тут все делает. Самое безобразное. Ничего за это не будет. Хотя правила пользования говорят, что нельзя это делать. Но это для виду. Вот если у вас есть духовные вопросы, мы могли бы побеседовать. Только маску уберите и не ругайтесь. Ни одного плохого слова, чтобы не было. Плохого слова, чтобы не было. Ага, я не ругаюсь. Значит, не хотите беседовать. Ну, всего хорошего. До свидания. До свидания. Только не ругайтесь, чтобы... Не ругайтесь. Это нельзя делать. Можете разговаривать, чтобы руганий не было, ни одного плохого слова не говорить? Ну, практически могу. Ну, хорошо. Так, мы из Барнаула. Город Барнаула, Алтайский край. А, ясно. Знакомая. Почти рядом с моей родиной. Я в Кемеровской области родился в свое время. Ну, это соседи наши. В Каринграде сейчас нахожусь. Мы пришли засвидетельствовать о Христе, что Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Потому что здесь безумие творят люди. Блудят непрерывно. Да, это точно. Это точно. Хочешь послушать? А что? Алло. Слава и Сосерднесту. Если у вас есть вопросы духовные по душе, как душу спасти? Да. Я вам постараюсь ответить. Страм надо ходить чаще. Сейчас, извините, минутку. Да, Миша? Здорово. Сейчас, одну секунду. Да ничего, нормально. Вот сегодня собираюсь либо сегодня к тебе, либо завтра. Вроде бы как сегодня собираюсь. Пока тишина там, что как. Вот сама. Так что так. Ну вот, что там, ты будешь, не будешь? Или что? Аккумуляторы там главное, чтобы были нормальные. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Да. Так. Ага. Так, сама отрываюсь. Работа, да? Работа. Работа отдыхать не дает. Ладно. Привет. Вот так вот, бать. Так что, так и живем. А я тут общаюсь. Если люди не заботятся о душе своей, то они напрасно живут. Они пожалеют, зачем родились на этот свет. Да, конечно. Надо заботиться. Но, увы, грехи не дают, как говорится. Это зависит от нашего желания. При желании вы можете сразу сейчас порвать. Поверить, что Христос умер за ваши грехи. И прощает их. И жить свято. Это прекрасно. Немножко Библию читал, да? Как говорится. Хоть и... Как говорится, в храм не хожу часто, но придерживаюсь. Да, согласен, это святое Писание. Сейчас идет Великий пост. Четвертая неделя. Да, мы вот грешим, кушаем все подряд. А что делать? Не покушаешь ноги, как таскать? Как таскать? А как же вся Россия постилась до революции? И ноги таскали. Вручную работали? Ну, тогда продукты не те были. А, нет, не тот. Мне вот на стройке пришлось работать бетонщиком. На второй этаж каталки возить полное бетона. А посты все соблюдали. Да, мало того, иные дни вообще в рот ничего не брали. А вы и мы, считай, одно поколение. Ну, вот духу нету у нас столько теперь. Ну, это надо верить в Бога, что это необходимо для здоровья, для жизни, для вечности. Сегодня люди страдают от ожирения, а от недоедания нет такого? Ну, вот не знаю. Вроде бы ем, он худущий, как велосипед, как говорится. Что делать? Делать нужно что? Когда спросили апостола Петра, он говорит, покайтесь. И докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние апостола, 2 глава, 38 стих. Блин, мать, молодец, слушай, много интересного у меня. А евангелес Марк говорит так, Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Осужден, то есть после смерти, душа брослена будет в озеро огненное, где плащ искрежет зубов вместе с дьяволом. И конца муком никогда не будет. А верующего Христа, исполняющий заповедь, он со Христом, в Царстве Небесном. Это мы сегодня выбирать должны. Ну да, потом поздно будет. За гробом нет покаяния, говорит Иоанн Златоуст. Ясно. Ладно, бать, пойду я дальше. Дай Бог вам всего хорошего. Так, если вам нужно будет встретиться, вы зарядите в скайпе Игнатий Лапкин. Вы меня сразу найдете. Фамилия. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин? Да. А если вы зарядите YouTube, вот сейчас в YouTube, канал YouTube, и зарядите во свете Библии Игнатий Лапкин, и там наши ресурсы. У нас 14 500 роликов. Слава тебе, честь и поклонение. За встречи с людьми. За долготерпение. За радость этой жизни во Христе Иисусе. Хвала тебе, Господи. Спаси и помилуй и сохрани. И патриарха, и патриарха, и епископов, священников, и пастве. Всем даруй духовное рождение свыше. И водительство духом твоим святым. Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, чтобы все узнали о любви Твоей, что Ты всех ждешь покаянием. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кроме Тебя нет иного Господа. Ты умер за наши грехи, Христос, и воскрес для нашего оправдания. Слава Тебе. И пошли, Господи, добрых проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, и всем возвести о любви Твоей, что Ты, Господи, умер за грехи людей, и ждешь покаяния от них. Слава Тебе. Аллилуйя. Дивны дела Твои, Господи. Мы просили Тебя найти тех, которые не утонули в этой тьме и мраке, для которых воссиял свет Христовой любви. Аллилуйя. Всякий, делающий добро, идет к свету, дабы явно были дела его, а делающий злое не идет к свету, дабы не обречились дела его. Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас, говорит Христос. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Слава Тебе, Иисусе Христе, за великую и дивную милость Твою. Я вижу Второй Завет, Новый Завет. Господь заключил не такой завет, как в Ветхом Завете, а завет любви. Почему у Еремии 33 глава, 3 стиха, говорит, воззови ко мне, я услышу Тебя, я отвечу Тебе. Господь ищет потерянную овцу. Нас спрашивают, зачем мы сюда пришли. А вот оно, смотрите, я считаю крупно для людей, находящихся здесь. Салтырь, отдельно Новый Завет, Святой Евангелие. Крупно, чтобы можно было считать. Ибо люди, находящиеся здесь, они пришли не за добром. Здесь творится открыто блуд, разврат различный, мерзости показывает. И люди нуждаются, что им возвестили о Христе. И тут интересно, что все время, с кем бы ни встретился, половина голая. И все, пьют и едят, пьют и едят. Почему? На время даже разговора они не могут минуты, чтобы что-то в себя не запускать. Почему? А ответ один. Ненасыщенный в Господе. Верующие люди знают, сейчас идет Великий пост, четвертая неделя. Некоторые несколько дней не едят, не пьют, благодарят Бога, ходят на работу. Это православная вера, святая, чистая, благословенная. Господь любит свое создание. Я уже видел Новый Завет и Псалтырь. Я вам показал Библию целиком. Целиком Библию. Вот она. Это вот здесь Новый Завет и книга из Ветхого Завета. Псалтырь. Псалтырь это по объему самая большая книга. 150 псалмов молитвы. Повторите. У меня что тогда за книга это? Это у вас вторая часть Библии. Новый Завет. Вся Библия это Ветхий Новый Завет. Из Ветхого Завета Псалтырь. Книга молитвы. Давида, царя пророка. Надо посмотреть там в издании вначале написано или нет, что с синодального перевода. Если написано синодально, то все правильно там. А если не написано, то надо проверить. Вы сейчас откройте где-нибудь. Ну и немножко просчитайте мне, я сразу вам скажу. Настоящая это или подделка. Откройте где-нибудь там от начала. Матфея, пятая глава. По порядку. Так, мне плохо видно. Прочитайте слух там. Я буду слушать. Родословие Иисуса, Христа, Сыну Библиотова. Нет, нет. Перелистите дальше со второй главы. Тут родословное идет. Дальше. Вторая глава. Перелистите листик один. Вот. Начинайте считать. И не думайте говорить в себе. Отец у нас Авраам. Ибо говорим вам, что Бог может из камней всех воздвинуть детей Аврааму. Правильно. Это синодальный перевод. Это православное. Это православное. Православное. Правильно. Потому что еретики, сектанты, они портят все. Это у вас настоящее. Вы ее целуете и из рук не выпускаете. Детей научите. И тогда дети вас будут посчитать, как родителей. Они с вами будут. И вы их не потеряете среди этого мира. Если вам будет больше охота узнать, вы запишите. Я скажу наш ресурс какой. Называется «Во свете Библии». Запишите. «Во свете Библии». Вы не пожалеете, что будете знать. «Во свете Библии». «Во свете Библии» написали, а дальше напишите «Игнатий Лапкин». Это я. И вы зайдете на наш Ютуб. Это в Ютубе зарядить надо. «Игнатий Лапкин». «Игнатий Лапкин». У нас на Ютубе 14,5 тысяч роликов. Мы строим деревню православную, где все знают, что нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Православная деревня, Алтайский край. Это Барнауле мы сейчас разговариваем. А если вы зарядите «Во свете Библии», а поставите слово «сайт», это сайт наш, то там увидите мои книги, 38 книг, ответы, которые я студентам давал, 4124 вопроса. Вы все там найдете. 50 книг моим голосом начитаны на сайте. «Во свете Библии» сайт добавить. А вот если вам нужно будет встретиться еще со мной, в скайпе зайдите. В скайп называется, разговор по скайпу. «Игнатий Лапкин». Я один с этой фамилией. Ну, только заранее напишите, что вы со мной встречались в чат-рулетке. И вы можете вопросы подготовить. Я вот здесь нахожусь уже 50-й день. Считаем людям Евангелие, Псалтырь. Устраиваем возможность встретиться, вопросы задать. Это место очень нехорошее. Тут блудят открыто, безобразничают всякое. Показывает ужас какой. Но мы знаем, что в Содоме было, когда Господь сжег эти города. Это Содом и Гоморра здесь. Но Господь сказал, в нужду во враче имеют больные, а не здоровые. Поэтому мы сюда пришли. Если у вас есть вопросы, можете задать. Я вам потом напишу. Ну, напишите. Вы, знаете, на наш сайт зайдете, какие вопросы у вас есть. И вы увидите вот эту нашу беседу с вами. У нас все записывается. У нас хороший разговор был. Ну, вы могли бы сейчас задать вопрос. Чтобы у вас готовый уже был. Простой какой-нибудь или сложный. О Боге, о Вечности, о Библии, о жизни. Как душу спасти. Любой. До свидания. Я к вам зайду. Да, ну, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok.